Несмотря на быстро возводимые конструкции новой инфекционной больницы, она простоит не одну зиму. В госстрой рассказали, что строительные материалы соответствуют стандартам качества. Работы ведутся согласно рекомендациям специалистов. То есть при строительстве учтено все. От нахождения пациента в палатах до определения красной и зеленой зон. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в каждой палате будет вот такой вот выход отдельный на улицу, чтобы пациент мог дышать свежим воздухом. Однако прежде он должен будет пройти через санузел, чтобы соблюсти все нормы гигиены. Также по всей больнице будет установлена вентиляционная система с очисткой воздуха, чтобы прибывающие граждане находились и перемещались по всей территории больницы безопасно. На сегодняшний день строительные работы завершены на 70%. Всего привлечено более 100 рабочих. Они трудятся в две смены. В больнице смогут лечиться одновременно 100 человек. 30 койко-мест выделены под реанимационное отделение. Это экспериментальная больница. Отличается от других зданий. Они разделены по палатам, со всеми условиями. Каждая вентиляционная шахта отдельно приточна и вытяжной вентиляцией. То есть полностью каждая палата, это герметичная. На строительство было выделено 60 миллионов сомов. Работа на первых трех блоках ведется активно. Там утеплены стены, завершены кровельные работы. А на четвертом блоке только завершили монолитные работы. Отметим, строительство объекта началось 25 июля. Тогда президент Суромба Джеймбеков заложил капсулу под строительство медучреждения. Начаты работы по внутренней отделке, установку необходимых инженерных коммуникаций. Это электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление. По четвертому блоку сейчас ведутся работы по заливке полов. Необходимые сети коммуникаций проложены. Как рассказали в госстрою, объект планируют сдать в течение двух недель. Затем его оснастят всем необходимым для лечения больных коронавирусом.